Чтобы не было никакой отечности, чтобы не было никаких осложнений после операции. Какие еще вопросы? А вот то, что у меня как бы там мышцы вот есть, то есть накаченные, как бы это вам не помешает? Ничего страшного, у вас накаченные мышцы, но они не такие большие, я вас уверяю. Вячеслав Витальевич, я говорю в этом случае, ребята вытянули счастливый билет, они попали к вам в руки. Вы им сделаете, поможете. Мы вместе, всей фирмой нашей поможем пойти, реабилитацию, морально, и у них жизнь сложится, я надеюсь. И потом, интересно, останутся ли они вместе после того, как они так захорошеют, еще, как не получится. Процент ревности друг к другу возрастет у них. К друг к другу? Да, и в этом есть определенный минус нашей работы. Ну, как сказать, может это судьба? Может быть, крепче любить друг друга будут больше, чаще будут проверять свои чувства. Они сейчас вместе, они очень молодые, ну и там как сложится. Самое главное, чтобы хорошо сложилось, мы поможем им. Так что вот так вот, готовьтесь к городу. Нос тебе поменьше нужно. Я знаю. Я знаю. Нет, у тебя с грудью все нормально, но большая грудь тоже хороша. Я работала журналистом 4 года. Подрабатывала там продавцом где-нибудь. То есть, где что урвать, лишь бы деньги были. Ну, а так, в принципе, сейчас кризис. Нам на работу не устроиться. Смотри туда, в эту маленькую дырочку. Кzza, в эту маленькую дырочку. Снимай мои кнопочки. Слушай, вот мне грудь сделают, да? Да. И мне так страшно. Да еще страшно. Да слушай, мне еще операции никогда же не делали. Ну, я тоже не делал. А теперь меня раскромсают, как утку на праздничном столе. Волнуюсь. На таком прелестном теле, на таком прелестном человеке должна быть такая же прелестная грудь. Он меня тут на третью говорил размер груди. И я хотела сделать себе там второе, второе с половиной. То есть, как бы, нет, не особо не сердствовать. Вообще, он четвертый хотел. Ну, мы договорились. Договорились на третью. Договорились. Груди, в принципе, нету, то есть, да? Еще она какая-то очень стрёмная. Мне она совсем вообще не нравится. Я про сольных сек вообще сейчас не буду ничего говорить. Я его ножом готов отрезать. Слушай, на самом деле, он тебя не портит, но он действительно большой. Ну вот, видишь, даже ты согласилась. Наконец-то ты признала это все. Да, теперь можно смело, короче, ехать. Мы любим друг друга за то, что мы две одинаковые частички друг друга. Да. Мы просто одинаковые во всем. Да, мы мыслим одинаково, у нас то есть все одинаково. У нас схожий интерес. Как клоны друг друга, просто я женщина, а он мужчина. Вот так, смотрите, весь как-то. Я даже не рассчитывала, что еще с таким маленьким свяжусь. С таким маленьким. Люди меняют себя внутренне, почему нельзя изменить себя внешне? Все советуют менять себя внутренне, все советуют продвигаться, развиваться в чем-то. Но изменить свое лицо ты же сам не сможешь дома. В этом случае к тебе приходят на помощь пластические хирурги, они помогут. Я лично считаю, что пластическая хирургия – это выход для тех людей, которые с собой не могут что-то сделать. Допустим, если бы я могла грудь себе накачать, я бы в зале спокойно это сделала. У меня нет такой возможности просто потому, что не растет она. Мама, ты, наверное, твоя, знаешь, что ты вновь все равно хочешь сделать правильно? Да она не знает, что я собираюсь его делать. Она просто знает, что я его не люблю, она не знает, что я собираюсь его резать. Блин. Да пофиг, они мне ничего не скажут. А бабушка не зависит. Мамочка, ты была против, но я себе все равно это сделаю. Потому что тебя не понять. В пользу случая передаю привет своим родителям, которые даже не в курсе вообще. Сюмприз для всех будет. Да, то есть я как бы приду, покажу только готовый результат. Если заметят. То есть если к женщинам привыкли, что женщины себя изменяют, это для них нормально. То есть если какие-то грубые черты лица, что-то неправильно, что-то не так, можно просто сказать, это у меня мужественное лицо, как бы меня все устраивает. Ну и также мужчины на самом деле зачастую боятся классической хирургии. Потому что, во-первых, посторонние могут как-то не так начать понимать. Ну и то как бы не надо бояться, почему бы себе не сделать, чем бы хуже женщин, собственно. Вообще перенервничали. Я особенно нервничал вообще прям... Мучился целыми днями, не спал ночами просто, волновался. Твой нос меня закрывает. Мы будем самыми счастливыми, самой лучшей парой. Хотя мы и так самые лучшие, но будем еще лучше. Самые будем страшно, страшно, красиво. Дико страшно. Здравствуйте. Морозов Иванова, пришли на операцию. Здравствуйте, проходите, пожалуйста. Доктор вас ожидает. Спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте. Приветствую вас. Меня зовут Руслан Иванович, я вам буду проводить наркоз. Были ли прежде операции? Не было. Под наркозом не было. Что можно сказать о наркозе? Он у вас конкретно и как вообще в нашей клинике, он будет хороший по качеству. Легко заснете, легко проснетесь, сразу после окончания операции, в момент наложения повязки. Как у вас настроение? Ой, хорошее. Виктория, ну что, мы готовы. Теперь для того, чтобы окончательно уже вас прооперировать, нам нужно вас разрисовать специальными фломастерами, разметить, померить. И тогда уже будете готовы пойти в операционную. Да, я как пионер. Поэтому пойдемте, я вас приглашаю на разметку. Ну что, Виктория, в принципе, мы с Валерием вас разметили, подготовили. Я думаю, что с нашей точки зрения вы готовы идти в операционную. Не волнуйся. Я уже буду переживать. Книжку почитай. Да. Да. Почитай, а я тут буду ходить, нервничать. Почему? Не нервничай. Я буду лежать, потом нервничать. Да, а ты меня провожать не будешь? Угу. Ты будешь лежать? Ну, не право. Нет, у нас визуал сказал, что не будет такого. Ну да, но я так рассчитывала. Так и надеялась, да, что покуматозимся. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!